так стоять вам в эту комнату вход запрещен макс привет привет как дела дак вообще замечательно ты в курсе что у нас 500 и бог конечно мне уже все сказали ну давай теперь как на духу расскажи мне нормальная была соведущая безусловно история как мы искали соведущую это вообще на самом деле мы выпустили несколько видеоблогов буквально там штук пять и решили ооо надо найти соведущую чтобы еще все круче интереснее веселее и красивее безусловно самое главное вот и мы искали долго мы искали разными способами вот и потом сделали конкурс и нашлась маша а поняла все поняла поняла если раньше танки двигались как бы мелкими прыжками то теперь сервер сглаживает эти прыжки сейчас все рука оттекла но первое что я хочу сказать про танки онлайн по отношению к себе танки онлайн лично в моем сердечке это прямо отдельно большое место все вышло вся работа от начала и до конца в танках было прям прикольное интересное сложное тяжелое неожиданное и так далее но безусловно общее впечатление у меня от танков от работы в танках очень супер мега положительная такая тот магия танков онлайн которую многие уже бывшие мои коллеги потом подчеркивали в других местах конечно уже не так конечно других местах уже не так какая-то атмосфера но если я хотела сказать что вот 500 видеоблог представляешь и под каждым видеоблогом я конечно же читаю комментарии и под каждым видеоблогом ни раз и не два можно встретить комментарий по поводу косима в общем танкисты тебя шибко сильно любят как и мы все и мне наверное сегодня ну вообще невозможно было с тобой не созвониться и наверное хочется какое-то доброе словечко ты так много высказывался по поводу того что все равно мы в твоем сердечке навсегда ну вот какой то может быть приветик передать всем привет видеоблогом всем привет самобильный лифт понабирает помощник по объявлению сайта да да блин кирилл а вы пробовали размещать привет танкисты наверняка вы уже поняли что этот выпуск необычный ведь сегодня наш любимый видеоблог выходит в 500 раз честно даже не верится что мы столько лет вместе в этом юбилейном выпуске мы собрали не только очень крутые новости но и пообщались с теми кто имел и имеет непосредственное отношение к созданию видеоблога будет круто поехали мы завершили работу по самому крупному обновлению мобильной версии танков онлайн браузерная и мобильная версии теперь обновляются параллельно друг с другом что дает вам оперативную поддержку по исправлению недочетов на всех платформах и одновременные релизы с идентичным контентом все о чем мы говорили ранее готова к релизу боевой интерфейс на смартфоне можно гибко настраивать под себя кнопки управления перемещать в зависимости от ваших предпочтений старые же баги android версии закопаны далеко и мы постараемся чтобы они там и оставались а еще долгожданные пробитвы прямо в вашем смартфоне после добавления всех новых функций приложение естественно стало более требовательным мы постарались максимально адаптировать обновленный клиент но повышение требований к смартфонам пользователей обусловлено в первую очередь переходом со старых технологий если на вашем телефоне меньше 3 гигабайтов оперативной памяти то скорее всего после обновления танки перестанут запускаться пожалуйста побеспокойтесь о переходе в браузерную версию игры заранее для счастливых обладателей более современных моделей добро пожаловать после старта ивента мы отправим сборку на проверку в магазин приложений еще одна фича google смягчил правила платежных систем с российских карт то есть мобильной версии вновь можно будет совершать покупки со следующим обновлением вы сможете подключать средства оплаты и платить прямо из приложения без необходимости запускать десктопную версию если вам не сложно поставьте нам хорошие оценки в google play за наши старания а какой-то пожелание танкистам танки line при всем своем возрасте это уже такая возрастная игра посмотрите блин в интернетах какая игра еще прожила уже почти 15 лет окей world of warcraft что еще это крутая возрастная игра и несмотря на то что и так много лет она до сих пор круто играет так что танкистам я желаю продолжать играть танки онлайн это весело и здорово и круто вот и разработчиков сильно не ругать если тебе по-настоящему какой-то продукт ценен интересен приятен можно можно ему какие-то может быть там минусы недоработки простить и промолчать в комментариях блин ты уже видеоблоге больший нет чем я у тебя получается будет 470 выпусков а мы 310 . так что тут уже ты мой получается более опытный товарищ вот ты меня ты меня в этом своей легкостью своим профессионализмом своим умением импровизировать писать тексты просто за какие-то 15 минут компоновать не генерировать идеи это то чему прям действительно вот прямо учиться и учиться у тебя ой очень приятно спасибо а тебе привет спасибо за красоту за красоту видеоблога отвечала обычно ну девчонкам ты 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 очень даже если что а девчонок у нас много играет давай тогда будем прощаться спасибо тебе большое за этот лайф спасибо что смог сегодня с нами созвониться обнимал вам целовать до скорых встреч этом кисты от меня вам промокодик как же сильно мы утаивали информацию про запуск на устройствах apple проверяли всех и каждого кто уходил из офиса и брали с него подписку а не разглашение мы доработали новый мобильный html5 клиент так чтобы он мог запускаться в сафари ребята на айфонах в эту пятницу под этим роликом появится ссылка для вас копируйте ее и открывайте в браузере сафари нам важно знать как игра работает на разных айфонах и айпадах пишите свои отзывы хоть на форумах хоть прямо здесь в комментариях только делайте это информативно укажите модель смартфона или планшета версию системы и ваше впечатление от игрового процесса эта информация позволит нам определиться с минимально поддерживаемой версией детали и дополнительную информацию прибережем на будущие выпуски давайте вместе сосредоточимся на фидбэке мы хотим детально поговорить про танки на айос на основе вопросов которые волнуют вас пожелания и комментарии мы передадим разработчикам для оптимизации приложения на apple устройствах всема привет привет мария привет ты спасибо большое что смог нами созвониться в общем у меня к тебе первый вопрос слушай ты помнишь как ты впервые в роли спикера появился в видеоблоге расскажи если помнишь вот свой вот этот опыт спикерский первый первый раз видеоблоге если мне совсем не изменяет память это был комментарий про киперспорт появился там в одном из выпусков не помню то ли по моим двадцатых что-то около того и это был буквально день когда я проходил собеседование то есть я тогда появился в офисе как раз чтобы пройти собеседование одновременно меня такие типа а а попался ну вот значит мы тебя еще и снимем зачем-нибудь я такой а стоп подожди у меня другой был план ну ладно давай попробуем вот и и там я что-то рассказал что-то что-то у меня как-то получилось я вообще таким не занимался на камеру поэтому текст читал вот в таком состоянии пыталась пытаясь его запом запомните я не помню сколько раз мы попробовали немного но ладно текст был короткий вот и да я тогда же успешно за день прошел собеседование поэтому наверное мне к этому моменту уже сказали я не уверен если честно может быть нет может быть еще можно было как-то по-другому класс до 3 тогда у меня следующий вопрос а он как будто бы даже вытекает из этого из этой твоей истории вот смотри я думаю что ты со мной согласишься что видео бог это такой видеодневник нашего проекта и видеоблог это такой видеодневник всех твоих идей всех твоих каких-то решений да как человека который имеет весомый весомый вклад в становление игры и во все его этапы вот и у меня такой вопрос эти идеи каким образом рождаются у тебя и как ты не видишь ох как как сложно зашли то слушай ей их вокруг очень много их очень много разных замечательных идеи можно брать откуда угодно но сами по себе они ничего не стоят стоят только те идеи которые ты умудрился встроить в игру умудрился усадить вот в этот длинный ряд со всеми остальными проблем некоторые решения требует настолько сложных механик дополнительно что они конечно клёвые точно решит проблему но нужно понимать сколько это будет отстоять в разработке и ты обычно пытаешься найти такое решение которое требует и вот ребята у нас уже все как бы для этого есть но нужно добавить вот эту вот небольшую часть допустим там на несколько месяцев максимум работы и тогда мы сможем из этой штуковины придумать гораздо больше интересных замечательных механик здесь очень пригождается опыт например моддинга игр когда ты точно не можешь повлиять на код и только твое креативное понимание как вот из всего того что есть ты можешь собрать что-то новое только тогда это позволяет тебе добиваться каких-то новых замечательных штуковин так скажи пожалуйста сколько времени уходит у тебя в день среднем среднем в среднем на работу и сколько времени когда ты отдыхаешь ты работаешь все я даже не сомневалась такой ответ всем очень интересно чем кроме танков занимается орех вот что тебя еще радует так давай я тебе вот так отвечу на вопрос чем занимается геймдизайнер свободное время геймдизайнер в свободное время он разумеется играет в игры вот и в игру он играет много потому что наигранность она как начитанность для геймдизайнера и насмотренность очень важно любимое слово и насмотренность так давай тогда от тебя несколько проектов и их суперспособности за счет благодаря которым они тебя привлекли не давай чтобы мы тоже на что-то ориентировались чтобы нас на наша наигранность тоже увеличивалась давай так нейро автомата и не репликант ремейк первой части офигенная боевка очень сложно интересная работа с камерой и сюжет который просто бьет в самое сердце дэс трендинг тем более что анонсирована вторая часть очень полезный опыт потому что можно сделать буквально без боевки вообще то есть просто путешествуя и это очень интересно для тех кто пытается игры сделать про exploring так из combat последнего часть вышедшая седьмая очень хорошая очень рекомендую особенно для тех кто поймет большую важность кнопки вай на иксбоксе или треугольник на playstation frost панк замечательный симулятор норильска так его называют потому что минус 20 это начальная температура в этой игре заканчивается на не буду спойлерить но очень низко очень нервная игра но очень клёво сделанная и очень интересная механика и постройки и и социалки давай так скажу хорошо варфрейм эта игра про космических низи в ней очень очень много контента я могу понять людей которых она пугает на своем старте но в этой игре очень 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 хорошо сделано механика передвижения персонажем все это сделано настолько хорошо отполировано это вот просто замечательно обязательно надо поиграть можно последнюю пожалуйста но только прямо коротко и три слова хорошо хорошо ну и в самом конце я горячо рекомендую последнюю часть metal gear solid а потому что кодзима что правильно гений я хочу тебя поблагодарить что вот все эти годы ты со мной ты с нашими игроками в видеоблоге ты максимально всегда открыт ты максимально всегда выдаешь всю информацию и мне как человеку который очень туго соображает в чем-то в мельчайших подробностях объясняешь куда куда и что и что и никогда не сердишься всегда очень открыто повествуешь в общем я тебя хочу поблагодарить видеоблог без тебя был бы совершенно другим спасибо тебе большое за такой комплимент я всегда очень стараюсь объяснить если меня спросить главное меня вовремя остановить как в этом интервью следующей хорошей новостью для игроков объявляют доступность гранат в качестве нового припаса в игре сразу после обновления html 5 на android смартфонах нам ничего не помешает добавить и эту механику в игру она станет доступна всем и для всех первый вид гранат обрел простое и звучное название бомба по своим характеристикам а именно отложенный взрыв после броска этим названием она себя оправдывает тот кто уже имел активный игровой аккаунт сможет получить доступ к бомбе в гараже нажав на кнопку экипировать после этого станет доступна покупка расходника за кристаллы поначалу нафармить бомбы можно будет только выполняя туториальные миссии это больше касается новичков или же выполняя особые миссии крупных ивентов таких как день космонавтики или день танкистов долгое время их не будет в контейнерах или ежедневных заданиях гранаты должны плавно внедряться в игру чтобы резко не изменить геймплей когда все адаптируются к работе гранат мы рассмотрим добавление других способов их получения а также начнем добавлять новые типы гранат о которых рассказывали ранее каждая граната будет обладать своим собственным уникальным эффектом мы очень ждем появления новых тактических гениев и самых необычных траекторий бросков середине видеоблога уже бы стоит рассказать про завтрашний запуск трехнедельного ивента вашему вниманию все активности в ярких красках тематического оформления дня всех влюбленных одновременно стартует челлендж серебряной и золотой линейки вызов принят а также элитный пропуск все они работают по одному принципу чем больше звезд вы зарабатываете тем больше призов вы получаете за прогрессом можно следить в лобби игры а таблица вызова находится на специальном сайте куда можно попасть через главную страницу нашей игры только три дня с 16 по 19 февраля мы удваиваем фонды битв и полученный опыт как в про битвах так и в битвах матчмейкинга играйте на специально украшенных картах билборды карга дроны дроп зоны золотых ящиков конечно же опробуйте розовую краску на танк под названием биение сердец экран с рубрикаторами обновил свое наполнение карточка календарь подарков включает в себя 10 миссий и 10 ключей просто забирайте их заходя в игру каждый день рубрикатор день святого валентина содержит 21 обычную миссию и 3 супер миссии все они поделены на три уикенда каждая следующая часть откроется только после прохождения всех доступных заданий этого рубрикатора ну и не забывайте про остальные вкладки особые ежедневные миссии подглядывайте за прогрессом трофейных устройств заработанные ключи открывают вам доступ к предметам контейнеров например в эпическом на этот раз добавлены новые устройства на пушки и корпуса именно вулкан чтобы отключать своим врагам расходники драйвер для ускоренного накопления овердрайва вас по подрывник на хантеры для агрессивных действий в окружении соперников и спасатель на паладин для защиты от гибели при получении огромного урона также ключи можно приобрести в магазине где для танкистов подготовлены спец предложения с хорошими скидками по ходу праздника витрина пополнится шестью карточками с различной скидкой следите за витриной и не упускайте выгоду и раз мы уже заговорили про скидки сразу скажу про 30 процентное снижение стоимости на улучшение вооружения на покупку предметов гаража и предметов магазина все они стартуют 16 февраля и продлятся до утра понедельника праздник займет три недели а это значит что вас ждет три игровых режима и начнем мы с битв где каждый сам за себя на семи картах пройдут стычки за право лидерства игровой таблицы старайтесь набрать как можно больше звезд и опыта за битву уже 23 февраля подключайтесь к золотой лихорадки еще больше карт еще больше эпических сражений в этом режиме разрешается лихорадочно записывать злп и не давать другим даже шанса поймать обычный золотой ящик или мегаголд наконец первого марта в первый день весны вас будет ждать режим джиггернаут правила стандартные так что просто развлекайтесь так мы сейчас начнем суши у меня пока вот есть такой вопрос игроки часто пишут что годмадионом может быть и ты управляешь кому нет с двадцатого года уже не работают ключи от танка что ли у него нет не имею кто это то есть точно нет а для тех кто по мне скучал держите промокод привет куля привет лёха привет танкисты давно не виделись я знаю что ты два дня назад был на эльбрусе а сейчас ты уже здесь очень приятно тебя видеть и спасибо что выделил время нам приехал как у тебя вообще дела я знаю что ты наш теперь внештабный сотрудник и помогаешь игре с со звуками да я помогаю сейчас игре со звуками мне орех скидывает какие-то свои идеи прототипы вооружения это контейнеров еще разных нововведений в игре по идее эту работу мог бы делать любой другой человек любой другой специалист но в звуке очень важен именно звуковой почерк чтобы все звуки были как из одной вселенной то есть должен делать их один автор желательно да чтобы они друг с другом бились потому что есть например те же корпуса или пушки отдать разным художникам не будет единой какой-то картины то же самое со звуком ну вот мы общались этой неделе с косимом и он поручил задать нам вопрос тебе и звучит он так какой видеоблог из первой сотни тысяч ты для себя считаешь самым ужасным давай так и я считаю ужасными первые десять наверное но я подозреваю я точно не обсуждал снимает момента я подозреваю как который он имеет ввиду это поездка в москву без меня и когда они наснимали такой ерунды потом мне кажется что ты точно угадал потому что как я помню он говорил тоже самое про поездку в москву но больше они так не ошибались и с тех пор я стал ездить с ними я пришел сюда и ты уже сделал триста двадцать пять видеоблогов это достаточно просто огромная цифра я сейчас работаю четыре года а всего сделал сто семьдесят четыре выпуска да ну там я считаю английских может быть есть пожелание для меня ну на самом деле когда ты сделал столько мне уже тебе нечего посоветовать и я смотрю что в техническом плане и и студии сами видеоблоги гораздо продвинулись дальше то есть они стоят на месте это приятно что это дело которое спасибо начали ты так ловко подхватил и при этом не теряешь в качестве а только растешь да я думаю что и на будущее там на пять-десять лет вперед когда мы закончим ремонт в студии когда-то он закончится все это будет жить свет будет гореть и мы дальше будем прогрессировать слушая тогда такой вопрос вот когда ты работал в офисе не встречал ли ты чтобы кто-то сидел допустим в ярочках или еще в каких-то крутых штуках использовал новые технологии своей работы но смотри когда мы только начинали это был год 2012 и когда-то в тот момент у нас появилась vr гарнитура в офисе это был окулус рифт если не ошибаюсь кого-то первого поколения с очень ужасным разрешением на такой черненький да но зато весь офис выстроился в очередь чтобы попробовать что это такое я кстати нашел его на складе недавно и вот наверное нам следующей теме паша расскажет об этом более подробно привет танкисты мы давно интересуемся vr первый шлем мы приобрели из любопытства еще в 2013 году тогда это была молодая экспериментальная технология которая рассматривалась в первую очередь как игровое устройство возможность использовать vr в повседневной работе казалось чем-то фантастическим но прогресс не стоит на месте и с появлением специальных контроллеров и соответствующую по произошел эволюционный шаг в 3d моделирование дело в том что все эти годы художники создавали трехмерные объекты с помощью двухмерных инструментов на двухмерном же экране vr шлем в свою очередь дает нам возможность работать полностью в трехмерном окружении что максимально приближает процесс создания дизайна танков к классической скульптуре это не сильно ускоряет нашу работу однако существенно улучшает наглядность концептов и качество финального продукта вы наверняка это уже и сами заметили привет танкисты меня зовут дмитрий я более 10 лет рисую концепты танков во времена танков онлайн 20 я рисовал их на бумаге и это тоже было круто однако сейчас я могу создавать танки в объеме что даст нам лучшее представление о том как будет выглядеть корпус или пушка не подумайте мы по-прежнему продолжаем использовать классическое трехмерный пол в повседневных задачах во первых потому что это привычно во вторых многие технические этапы создания танков невозможно выполнить в я в третьих чистовое моделирование техники требует высокой точности и больше похоже на черчение нежели лет однако как инструмент создания концептов vr бесподобен и мы пользуемся им уже не первый год ну привет мне кажется что мы действительно с тобой виделись на корпоративе пять лет тому назад но четыре с половиной надо но ты не представляешь как сильно я рада что сегодня я почти что под барабанную дробь могу сказать всем танкистам которые смотрят наш видеоблог что вот он вот он алекс голос нашего английского видеоблога теперь они тебя будут не только слышать но и знать как ты выглядишь вот скажи есть у тебя такое такое внутреннее что вот теперь теперь они знать это будут это правда очень редко происходит может быть раз в год полтора но я уже светился поэтому некоторые меня даже помнят уже но вместе с этим ты там говорил не по-русски а сегодня наверное да кстати сегодня вот так вот то есть мы будем знать что алекс говорит не только великолепно на английском языке но и просто это услада для ушей когда мы общаемся на родном русском давай вот буквально несколько фактов о тебе которые нашим танкистам было бы интересно узнать вот я уже вижу что сзади тебя музыкальные инструменты значит ли это что ты играешь на музыкальных инструментов это я хотел сказать это зеленый экран на инструментах всяческих вот пожалуйста гитара моя знаменитая на которой я этот фендер телекастер в принципе такая рок-гитара но я высекаю на ней металл очень успешно всем всегда это удивительно вообще наблюдать это вот моя укулеле маленькая вот такая вот безымянная еще играю на барабанах пою и могу чуть-чуть делаю но собственно основные мне инструменты то струнные все-таки с барабанами как-то немножко я распрощался значит у меня как раз таки вопрос про английский язык я думаю что тебе выздавали мире миллиард примерно раз по поводу того какие же слова для произношения самые сложные для русских говорящих вот скажи мне тебя не раздражает когда кто-то рядом с тобой говорит of course меня вообще не раздражает акцент и я так преподаю язык всегда говорю что акцент этой твоей изюминка то есть не нужно стараться выдавить из себя какой-то идеальный прогноз это утопия это не получится потому что ты уже не ребенок который растет в языковой среде поэтому смирись и полюби свой акцент это твоя прикольная черта которая отличить тебя всегда поэтому не бойтесь и не в общем старайтесь хотя бы максимально как-то произносить слова с уважением к языку но тоже сама не сходите по этому поводу поэтому of course или of course мне все равно так и так звучит прикольно если ты геймер а может быть даже если и нет то ты наверное слышал слово нуб в русском языке да так называют тех кто особо не умеет играть например но конечно же это слово не русское оно английское пишется вот так и произносится нуб максимально идентично это по идее и сокращение от слова нюбий который немножко иначе пишется и переводится новичок почему же не ньюс просишь ты ведь тебя со школы учили что новые это нью и новости это ньюс но потому что американцы в этом случае ю не проговаривают они в этом слове и в ряде других очень любят делать звук и и получается ню а не нью вот оттуда и нуб ты хочешь чтобы мы сыграли happy birthday to you подожди тогда секундочку мария ты меня застала врасплох ты так мило начинаешь розоветь это вообще самое милое что я видела за сегодняшний день но пойдет вот такое мы поем happy birthday yes happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday thank you online happy birthday to you yes алекс спасибо тебе огромное спасибо тебе огромное что ты звонил тебе спасибо я был рад тебя видеть ну что готовы квесту мы придумали для участников небольшую игру с несколькими шагами для розыгрыша главного приза конкурса вопрос года на первом этапе обратите внимание на видео в нем скрыты пасхалки необходимые для перехода на одну из страниц нашего сайта всего в квесте 4 этапа в итоге все кто доберется до последнего увидят тот самый вопрос года ответ на него как раз определит десятерых победителей 10 победителей и 10 легендарных ключей советуем начать прямо сейчас итоги объявим в следующем видеоблоге не пропустите это какой-то да наверное эх сегодня в конце видео блога чувство как вечером день рождения очень тепло и радостно видеоблогу 500 на это точно не предел если хотите поздравить гол комментарии лайк если смотрел большую половину выпусков а я прощаюсь с вами увидимся через неделю в шорт на ютюбе к и и и Продолжение следует...